Всем привет! В эфире ЛРТ «Ровесники» – программа для молодежи и про молодежь. Если тебе так же, как и мне, нравится зима, но ты не знаешь, чем заняться в эти морозные и солнечные дни, то этот выпуск специально для тебя. Сейчас мы приехали на горнолыжную базу «Боровский курган», где будем учиться кататься на сноуборде. По традиции, начнем с истории. Изобретателем сноубординга можно считать австрийца Джека Бурджета, так как именно он в 1929 году первым сделал некое подобие современной доски, вырезав ее из обычной фанеры. Далее, уже в 1963-м, другой кулибин Том Симс представил публике доску от скейтборда без колесиков, которая идеально подходила по форме для зимнего катания. Мало кто всерьез тогда воспринимал это изобретение, но инноватор упорно продолжал совершенствовать свою работу и добился удивительных результатов. В итоге, именно Том становится первым в истории производителем сноубордов и выставляет их на продажу под названием «Симс сноуборд». Сначала доски не имели креплений. Вся безопасность спортсмена ограничивалась веревкой, закрепленной на передней стороне борда, за которую можно было придерживаться и тем самым сохранять равновесие. Сегодня сноуборд выглядит совершенно иначе. Изменилась форма доски, борт принял искривленный к центру вид. Отношение к этому виду спорта стало более серьезным. И как итог, в 1998 году на зимней Олимпиаде в Нагана сноуборд был впервые включен в олимпийскую программу. Научиться лавировать по снежным склонам можно и у нас, в поселке Челково Раменского района на горнолыжной базе «Боровский курган». Здесь есть оборудованные трассы как для новичков, так и для профессионалов, с которыми мы решили познакомиться поближе. Их жизнь связал горнолыжный склон. И это не пустые слова. Иван и Александр лет 6-7 назад познакомились здесь же, на Боровском кургане. У меня вот муж, я думаю, вы его еще видите, Иван Слонов. Вот мы с ним познакомились, он был уже инструктором. И как начали встречаться, вообще роман завязался именно здесь, на Коре. И получается, что он меня тоже пригласил инструктором, как-то все связалось. И так замечательно получилось, что вот и он инструктор старший по сноуборду, и я здесь тоже занимаюсь этим. Удивительно, но и сегодня большую часть своего времени счастливые супруги проводят здесь, причем всей семьей. Что такое сноуборд и горные лыжи, их маленькие дети знают буквально с самого рождения. Ну, сейчас я в декретном отпуске, потому что у меня два детенка. Одному, два с половиной, другому четыре месяца где-то так. Вот, поэтому это увлечение, которое уже длится 5-6, наверное, лет я инструкторю. Это в основном суббота-воскресенье, но и так как появилось свободное время с детьми, то и рабочие дни. Муж Александры Иван настоящий профи своего дела. Сноубордом молодой человек занимается более 12 лет. Сегодня он является главным инструктором на горнолыжной базе. Здесь был инструктор по лыжам, и он есть до сих пор, Андрей Кудрявцев. И он же мне методику преподал, я же здесь был сначала стажером, потом поехал учиться на Урал, и там стал дипломированным уже инструктором. Свой диплом получил я в так называемой школе ФГСС. Моим инструктором был Максим Петров, очень его хвалю всем. В арсенале Ивана и Александра есть несколько собственных бордов. От самых простых симметричных досок до однонаправленных, предназначенных для слаломных трасс. Эта доска, я бы ее назвал, слаломная. Крепления у нее именно для пластиковых ботинок такого типа. Они необходимы для большего контроля скорости, для большей скорости и для лучшего выполнения поворота. Для именно прохождения вешек. То есть, когда идем или по слаломной трассе, или по трассе слалом гиганта. Кроме этого, еще существует ее назвать, также ее можно назвать умидирекшнл, то есть, однонаправленная доска по-русски. И если рассматривать обыкновенные доски, которые продаются в магазинах, это твинтипы их называют, то есть, двунаправленные. То есть, на них можно прыгать и на них очень удобно ездить по целине. То есть, это больше доска для подготовленных склонов и для высокой скорости. Конечно, опытные райдеры любят крутые склоны и высокие скорости. Но в то же время, как это ни странно, они с той же охотой готовы поделиться знаниями с теми, кто только делает свои первые шаги в этом виде спорта. 8 марта, 23 февраля очень много людей приходит. И они думают, что здесь праздник, все хорошо и безопасно. В действительности же сноубордом заниматься, это, во-первых, физическая нагрузка достаточно серьезная. А во-вторых, это опасно. А люди к этому могут быть не подготовлены. И вот моя задача, и задача других инструкторов, чтобы это было все безопасно как для окружающих, так и для самого человека. Вот это, я считаю, одна из самых больших сложностей в работе. Здрасте. Здрасте. Можно мне сноуборд? 47. Здравствуйте. 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 Я вас познакомлю с различными частями. У сноуборда, как называется, что... Вначале будем пристегиваться здесь на пологой части, на выкате. У сноуборда скользяк вот этот вот красивый. И металлические канты, они острые, и на тормозил. На плоском доставке пристегивается следующим образом. У вас передняя левая, вы регулярно. Убираем все плотно в ботинки, прикладываем к нашему заднему креплению. Попробуйте. Так вообще можно пристегиваться только на плоском, потому что потом будем, конечно, это сидеть делать. Иначе очень сложно не укатиться. Нужно пройти теперь вперед по направлению, например, к корнифету. Идете по прямой и смотрите, куда идете. Вообще самое важное в сноуборде, одно из важных, это куда ходим или куда ездим с сноубордом, да, и смотрим. Заднюю ногу. Раньше была правая и левая нога, средняя и задняя. Что нужно захватить? Тормозим сюда, когда доска трех слоунок. Представляем, что он туда, этот слоунок, вот туда, этот слоунок. С соннутыми ногами. Ага, ага, ага. Вот так вот упираемся. Все, можно расслабиться. Теперь небольшой прыжки сделаем, да? Просто на месте. Просто высота. А теперь прыжем в такой, чтобы не было этих пух. Да, вот мы подошли наверх, да, как здесь есть уклон, нужно положить доску на крепление. И потом уже пристегиваться. Положите на скользяк, она уедет. Преодически мы там, на москваре, что-то достаем. Чуть-чуть опустите кусочки, миллиметр, совсем чуть-чуть. Смотреть здесь нельзя. А и едем. Добиваемся звука. Да-да-да-да, продолжаем ехать. И притормозить, нужно присесть, мы скинем на себя. Ждем же, и еще, поехали на меня, ровненько-ровненько. И притормозили, да. Сейчас расслабились, чтобы ноги не забивались. Нужно не вбок ездить, то есть доску не разворачивать. Мы с каменой ничего не делаем. Разнонаправленно. Одновременно опускаем мысочки, чуть-чуть, миллиметр, доска поехала. Присели, затормозили. Отпускаем ногу. Мысочек передней ноги. Доска медленно. Пусть она развернется на 45 градусов. Потом присели на пятку вашей передней ноги и развернули ее поперек. У нас получился поворот. Вот такой вот. Попробуйте. Попробуйте. Да, присели, я не знаю. Только золотой маски. Это на баксай. Попробуйте. Хорошо, еще раз установились. Стартовать нужно, когда доска будет поставлена вдоль подъемника. Представьте, что моя рука этот роз. Нужно поставить доску вдоль подъемника. Проверите ее. Сейчас вначале проимитируем на моей руке, что вы будете хвататься за трос и ехать. Трос будет вас дергать. Вам нужно стоять, как оловянный жесткий солдатик убирает. Ну, это немножко способно. Тему-то почувствуйте. В общем, трос поехал. Хватайте где-нибудь за любую часть. Трос едет, едет, едет. Хватайте. Да. Едем прямо. Отлично. Можно походить. Есть такое. Ну, что, давайте передника. Там, может быть, получше тогда весело. Я наверху. Я тоже согреться хочу. Музыки ботинок к склону, колени к склону. Сейчас будет торможение. Ровно, да, ровно, ровно вниз. Я держу вас за одну руку. Смотрим наверх. Затормозить, остановиться. Да. И сесть на склон. Колени. Если будете менять резко угол закантовки, видите свет? Врезался кант. Врезался кант. Будете менять так угол закантовки, в какой-то момент становится задний кант. Так, фу, полетел. Очень опасно. Поэтому можно или чуть-чуть менять угол закантовки, а лучше всего колени все время просто ближе к склону. Руки перед собой здесь падают, очень близко. Получилась змейка. А там след красивый. Змейка. Наверное, потом. Ну вот, первый урок пройден. Теперь буду пробовать ездить сама. Закончила, теперь нужно прощаться со склоном. Повернуться. Сложить руки. Спасибо. Что у нас все получилось. Да, именно так. Если у тебя есть желание научиться кататься, но нет сноуборда, не беда. На любой горнолыжной базе работает прокат, а опытные инструкторы всегда готовы поделиться опытом и рассказать, как делать так, чтобы по катушке обошлись бежать. Вы смотрели программу «Ровесник». С вами была я, Ольга Чуканова. Всего доброго и до встречи в эфире. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!